Мы видим в последней главе Бытия перечисления генеалогии последовательности израильтян. Мы читаем о смерти Якова, или Израиля, в начале 50-й главы. Иосиф впал на лице отца своего и плакал над ним и целовал его. А сама смерть описывается в последнем стихе 49-й главы. 50-я глава начинается с оплакивания Якова. И оплакивали его египтяне 70 дней. Видите, насколько важен Иосиф. Даже когда умер его отец из Ханаана, 2 месяца и 10 дней египтяне его оплакивали. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф попросил фараона разрешения похоронить отца на родине. И вот они возвращаются в Ханаан для того, чтобы похоронить Якова. Они хоронят его в поле, которое называется Махпела. И в 14-м стихе мы читаем... Да, кстати, это место, которое купил Авраам для погребения Сары, в Хевроне, к югу от Иерусалима. В современном Хевроне. И после погребения отца они возвращаются в Египет. Об этом 14-й стих. В этой книге нам осталось рассмотреть еще один великий духовный урок. Помните, когда Исаф говорит Якову, «После смерти отца я тебя убью». Именно поэтому в свое время Яков покинул Ханаан. Было это в 28-й главе. А тут... Умер Яков. Братья совершенно уверены, что если Иосиф решит братьям своим отомстить, то уж никак не при жизни отца. Сейчас Яков умер. И братья начинают сомневаться и волноваться. И они думают, ну как, будет нам теперь мстить Иосиф или нет? Теперь, когда отца уже нет в живых. И в 15-м стихе они говорят, «А что если Иосиф будет воздавать нам, захочет отомстить нам за все, что мы делали?» И послали они сказать Иосифу, «Отец твой пред смертью Своей завещал, говоря, «Так скажите Иосифу, прости братьям твоим и вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Плакал, потому что они ничего не поняли. Они не поняли ни благодати, ни милости, ни прощения. Что же здесь происходит? А что происходит с первыми людьми, родившимися в книге Бытие? Каин убивает Авеля. Брат убивает брата. Что происходит с последними людьми, описанными в книге Бытие? Братья боятся, что их брат захочет убить их. Адам и Ева пали. Дети их родились уже во грехе, и им необходимо было искупление. Им необходимо было искупление. Братья Иосифа получили искупление, но так и не поняли, что это такое. Они так и не поняли, что такое благодать, что такое милость. Что если дано прощение, то прощение дано навеки. Ты прощен, ты свободен. В этой ситуации Иосиф говорит поразительную вещь. Одно из величайших высказываний, записанных в Ветхом Завете. 50 глава, 19 стих. «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Обратите внимание, не бойтесь. Это самая часто повторяемая заповедь в Библии. Не бойтесь, не страшитесь, не пугайтесь. Он говорит, не бойтесь. В русском переводе, ибо я боюсь Бога. В других переводах. «Разве я Бог?» Не бойтесь. «Разве я Бог?» Сила и власть Иосифа не вскружила ему голову. Он никогда не путал себя с Богом. Он не забывал о том, у кого подлинная власть, кто подлинный источник истины и силы. Иосиф никогда не ставил себя на место Бога. Хотя такие искушения бывают, часто бывают у любого правителя, у любого лидера, поставить себя на место Бога. Величайший стих. Это 20 стих. В Новом Завете есть величайший стих о Божьем владычестве. Послание к римлянам, 8 глава, 28 стих. На самом раннем этапе жизни любого американского христианина нам рассказывают римлянам 8, 28. «Бог во всем содействует ко благу, любящим Господа, призванным по Его изволению». Что это значит? Это значит, что далеко не все, что происходит на свете, благо. Но для каждого человека, знающего Бога, знающего Иисуса Христа, Бог способен взять и самое злое, самое тяжелое – обратить во благо, использовать для блага. Бытие 50, 20. Аналогично репосланию к римлянам 8, 28. Для Ветхого Завета. Бытие 50 глава, 20 стих. Это аналог к римлянам 8, 28. Особенно применение к жизни Иосифа. Применительно к той ситуации, в которую попал Иосиф. Что говорит Иосиф в этом стихе? «Вот вы умышляли против меня зло, но когда вы пытались совершить зло, Бог обратил это в добро». Каким образом Бог возвысил Иосифа? Да через ров и через поступок братьев Иосифа. Как Иисус открывает глаза слепых? Иногда Он берет грязь и протирает глаза. Глазную мазь делает из грязи. Странный способ, не правда ли? Сделать мазь из грязи, потереть глаза, и человек начинает видеть. Как Илья призывает пламя на жертвенник? 3 Царств, 18 глава. Он поливает жертвенник водой. Ну зачем? Обычно такого не бывает. Обычно тушат водой, а не поджигают. Да вот затем это и надо, чтобы было понятно. Естественным образом такого действительно не бывает. Но Бог правит. Бог царствует. Бог царствует и над природой. Бог может зажечь сырое дерево. Бог может открыть глаза, которые натерли мазью из грязи, из пыли. Бог может взять зло, совершенное братьями Иосифа, и использовать его и на благо Иосифа, и в конечном счете на благо этих братьев. Братья пытаются лишить Иосифа жизни. Бог управляет по-своему, своим суверенитетом, по-своему владычеству. Бог берет противоположное тому, что мы пытаемся совершить во грехах наших, и праведностью своей совершает нечто великое. Иосиф это понимал. Иосиф знал Бога. Иосиф знал, какой он Бог. Иосиф знал, как действует, как поступает Бог. Иосиф знал, что дирижерская палочка в руках Бога. Не только палочка в жизни Иосифа, не только палочка в жизни братьев, но в жизни всего мира. Потому что Бог сотворил этот мир в первой главе Бытия, книге Бытия. И Бог управляет миром. Бытие 50-я глава. Сначала и до конца. Бог суверенен. Бог владыка. Бог не тот, кто сотворил мир и ушел куда-то подальше. Бог управляет тем миром, который когда-то сотворил. Бог устроил все к добру. И для того, чтобы сохранить жизнь многим людям, Бог сделал это для того, чтобы спасти вас. Бог использовал вашу злобу, ваш грех для того, чтобы вас спасти. Как это работает? Богословски, как это работает? Какое самое страшное событие в истории всего мира? Ответить на этот вопрос легко. Убийство Сына Божия. Смерть через медленную пытку. Смерть на кресте. На этой планете родился Божий Сын. Он совершал добро. Он исцелял больных. Он воскрешал мертвых. Он утешал ослабевших. Он говорил правду. Мы же распяли Его. Мы распяли Его. Какое самое страшное событие в истории всего мира? Убийство Сына Божия. А каково самое лучшее событие, самое славное событие в истории всего мира? Христос умер за меня. Христос умер за мои грехи. Христос умер, чтобы спасти меня от грехов моих. Оказывается, и самое страшное, и самое славное одно и то же. Самое страшное стало самым лучшим. Самое отвратительное – самым славным. Как это случилось? По Божьему владычеству. Ибо Бог – владыка. Мы замышляли зло. Мы хотели убить Его. Но Бог замыслил величайшее добро. Ибо Он хотел спасти нас. Видите, сколь велико Евангелие. Видите, сколь велик Он, Христос. Видите, сколь велико Божие владычество. Видите, сколь велик Сам Бог. Видите, как действует Бог. И к концу книги «Бытие» мы видим человека, который понимает само сердце Бога. Он понимает сердце Бога. Потому что Он уподобился Христу. Христос пришел как раз для того, чтобы показать нам, каков Бог. С 37 по 50 главу книги «Бытие» говорится о человеке, познавшем сердце Божие, человеке по имени Иосиф. Так что Он говорит, не бойтесь, я о вас позабочусь. Таким образом, утешает их. С 22 стиха Перед нами Смерть Иосифа. Жил же Иосиф всего 110 лет. В 24 стихе Он говорит, «И сказал Иосиф братьям Своим, я умираю, но Бог посетит вас, или Бог позаботится о вас, но не храните Меня здесь. Я хочу, чтобы Меня погребли в земле отцов Моих». И последний стих книги «Бытие» «И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте». Моисей пишет эти слова, обращаясь к людям, которые вывезли тело Иосифа из Египта в том же ковчеге, в том же гробе, через три столетия. И так заканчивается первая книга Библии, так заканчивается книга «Бытие», книга «Начал». Книга в первых 11 главах, которые мы читаем о великих событиях, книга в главах с 12 по 50, мы читаем о великом семействе, о семействе, которое будет благословением миру, о семействе, через которое придет пра-пра-пра-пра-правнук Якова, подобный Иосифу, спаситель мира по имени Иисус. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok